Всем привет! Сегодня утром, наверное, так же, как вы. Я завтракала, пила кофе и смотрела видео моих любимых блогеров. Причем я смотрю не только наших девчонок, но и англоязычных, и, конечно же, польскоязычных блогеров. Мне пришла в голову такая идея, почему бы не снять видео, вдохновленное польскими блогерами. Такой макияж по-польски я буду пользоваться той косметикой, которую они советуют. Это будет бюджетная марка. Мне кажется, что она доступна в каждой стране, из которой вы меня смотрите. Но в большинстве так точно. Это недорогой бренд Eveline, но качество у них очень хорошее. Здесь говорят Eveline, но я знаю, что в русскоязычных странах говорят Eveline. У меня, как обычно, раз так, раз так, потому что я путаюсь. Я привыкла говорить Eveline. Не суть. И я также расскажу вам, кого я люблю смотреть, и буду пользоваться той косметикой, которую советуют мои любимые польские блогеры. Я надеюсь, вам будет интересно, и, конечно же, я буду делиться своими впечатлениями от того, что я на себя крашу. Давайте начинать. Конечно же, почти все рекомендуют вот этот тон, и благодаря польским блогерам я когда-то о нем узнала. Давайте сегодня оставим его в покое, потому что я его использовала, ну, наверное, миллион раз в своих роликах. Я заметила, что в последнее время многие сердца и блогеров, и покупателей завоевал тон Mad My Day. Также Eveline, он дает матовый финиш, чуть более плотное покрытие, и он хорошо держится. Но я до сих пор не могу попасть в яблочко со своим идеальным оттенком, потому что и 11, и 13 после лета до сих пор для меня слишком светлые, и я никак не могу их протестировать. Но если у вас светлый оттенок кожи, то для вас это хорошая новость. У меня тут есть самая горячая новинка. Мне повезло, что я живу в Польше, и польский офис Eveline ни одной из первых передает все, что только-только появилось. Это сатиново-матовый тональный крем, то есть такой более естественный, более живой матовый финиш. Его можно наслаивать, он должен не, точнее, не должен сушить кожу. Еще нам обещают эффект разглаживания кожи, и он должен скрывать расширенные поры. Вот сегодня им и воспользуюсь. Оттенок у меня 104 беж, и консистенция у него такая, как бы, кремовая. Я наношу его губкой тоже от Eveline. Я взяла немного, и, по-моему, этот цвет вроде как хорошо сливается с моим оттенком кожи. Посмотрим. Главное, чтобы он не потемнел. Мне нравится то, что он не высыхает, то есть с ним можно работать, распределять его так долго, как вам надо. Бывают, знаете, такие, которые раз, и все, как скорлупа на коже, ее никуда нельзя сдвинуть с места. Тут у нас есть время. Слушайте, мне нравится, как он лежит на коже, и сейчас я взяла немножко на палец и попытаюсь наслоить в тех местах, где еще немножко проступает краснота после чистки, которую я сама себе сделала. Я чувствую, что он немного застывает, но это как бы все комфортно. То есть я не могу сказать, что вот есть такая стянутость, которую я не могу вынести. Все ок. Мне нравится то, что я вижу в зеркале, и как это ощущается на лице. Вот на лбу я вижу, что он зафиксировался, и это действительно сатиновый финиш. И если сравнивать с тоном HD, то он где-то в два раза плотнее новый. У меня есть второй оттенок нового консилера, light, прямо светленький, а вот этот medium должен хорошо мне подойти. Я смотрю девчонок на YouTube, их канал называется Love and Great Shoes, и у них такие видео. Если вы знаете польский или просто для вдохновения, или с переводом, можете посмотреть. Я оставлю вам ссылку внизу, также на все то, что я сегодня показываю. И вот Юстына, которая темненькая, она постоянно пользуется вот этим консилером и говорит, что она как мама маленького ребенка, просто не может без него обойтись. И да, оттенок симпатичный, причем они не рыжие и не розовые, вот такие нормальные, стандартные, бежевые. Возьму небольшое количество, вот типичная Оля, купила себе палитру и в который раз выдавливает себе все на руки. Мне кажется, что эту привычку просто невозможно искоренить. Буду наносить сначала пальцем, а потом излишки уберу при помощи спонжа. Чувствуется, что он увлажняющий и, как видите, он действительно хорошо перекрывает. Лучше, чем тот, который я показывала вам ранее. Вообще, польские блогеры очень часто поддерживают именно польские марки. И мне кажется, что это здорово. Прямо снимают отдельные ролики, макияж по-польски, так и называется, где используют только косметику польского происхождения. Очень даже фреш-лук получился и консилер ни грамма не сушит область под глазами. Ну, вы сами все видите, давайте быстренько припудримся и перейдем к бровям. Немного под глаза. И это у меня пудра вот такая HD, и она мне очень нравится. Она визуально очень хорошо выравнивает рельеф кожи. Я наношу прям таким прозрачным слоем, потому что у меня кожа нежирная, и я не нуждаюсь в таком обильном припудривании. Главное припудрить область под глазами, потому что я хочу сделать, я еще не знала, что я хочу сделать, наверное, смоки. И когда эта область блестит, то не очень красиво выглядит в камере, а в жизни я не всегда так делаю. У нас с вами очень хороший старт, меня это радует. На губы нанесла немного вот этой лаковой помады, то есть это такой густой, насыщенный, увлажняющий и стойкий блеск для губ. Ну, оттенок 15, но я хочу сказать, что у них настолько красивые цвета, вот к ним обязательно, обязательно присмотритесь. Это то, чем я много раз пользовалась, и они у меня разложены практически по всем сумочкам, и в машине у меня такой есть. И теперь, девчонки, попробуем такое средство. Вот оно, это не просто цветной гель для бровей, который прокрашивает бровки, придает им оттенок, фиксирует их. Здесь также есть фибра, которая должна придавать нашим бровям объем. И сегодня утром я смотрела видео о гнешке Dressed in Mint, и она говорила, что это аналог похожего средства от Анастасии Беверли-Хиллз. И она говорит, что его лучше вот просто так на брови сразу не наносить, а снять его на палитру, остатками прочесать бровь, а дальше дорисовать вот тем, что у нас здесь, кисточкой волоски там, где их не хватает. Я попробую так сделать. Для начала мне нужно причесать брови. У меня два оттенка, я возьму тот, который посветлее. Конечно же, здесь пользуются популярностью помады для бровей Evelyn, но сегодня мне захотелось каких-то новых острых ощущений и попробовать что-то, чего ранее не было в моей косметичке. Вдох-выдох, давайте попробуем. Правильно говорила Агнешка, что сначала его лучше снять, потому что можно наставить пятен. Его будет слишком много. И вот этот оттенок, который посветлее, он даже больше не для блондинок, а для шатенок, я бы сказала. Потому что он далеко не светлый. Так что я нанесу так чуть-чуть граммулечку. Беру кисточку. И вот она говорила, что получаются мега натуральные брови, с чем я не могу не согласиться. Слушайте, у меня здесь немножко на руке, вот прям сильно тру, не стирается. Но с такими бюджетными новинками, я хочу сказать, и люкс не нужен. Снова запихнула кисточку в упаковку. Вопрос, зачем? Я в шоке. Знаете почему? Я должна сказать вам правду, что я попробовала просто сразу нанести эту вещь на брови. И подумала, оу, нет, мы точно не подружимся. Потому что слишком темно, слишком много средства. И вот видите, как блогеры меня спасают. Я однозначно говорю, да, я чувствую, что брови зафиксировались. Я сама не додумалась бы так ее использовать. И скажу вам, что она по консистенции легче, чем помада. То есть она полупрозрачная, но хорошо прокрашивает. И вот на мне такие текстуры смотрятся гораздо более естественно. Потому что у меня в бровях сейчас нет каких-то таких явных дырочек, которые хотелось бы сильно закрасить. Если бы вот был еще оттенок на граммулечку светлее, я бы расцеловала Эвелин, того, кто придумывает эти средства. Потому что я пшеничная блондинка, и мне нужны такие, знаете, слегка оливковые средства для бровей. Вот тогда они смотрятся максимально натурально, как будто я вообще не красила ничем брови. Если в минимальном количестве нанести это средство, то тоже хорошо. Но я понимаю, почему они сначала ввели в продажу вот этих два оттенка. Потому что они серо-коричневые, холодные, и они подойдут большинству девушек. Мне вот этот тоже, как видите, ничего так. Я продолжу пользоваться этим средством. Теперь дилемма века. Чем накрасить глаза? Я не знаю, слышите вы или нет, но у меня до сих пор не прошла простуда. И глаза более красные, чем обычно. Я бы очень хотела сделать смоки при помощи вот такой палетки, более такие оранжево-красные. Но я боюсь, что я буду смотреться настолько заплаканной. И вы спрашивали, Оля, как тебе эта палетка? Палетка, девчонки, ну, очень хорошего качества. Матовые здесь роскошные. И несмотря на то, что вы меня не видите никогда с яркими тенями, я попробовала нанести вот этот оранжевый. И на все века, без ничего, без дополнительных цветов. И просто сделала черную стрелку. Это смотрелось так необычно, так интересно. И вот эти мандариновые, назовем их так, цвета, они очень насыщенные. Передаются вот такими, как вы видите, их в палетке. Конечно же, у нас есть матовые светло-светло-бежевые. Здесь очень красивые сияющие оттенки. Целых четыре. Они насыщенные, но они любят, когда их наносят или на влажную базу, или на консилер, корректор, который мы наносим в качестве базы. Или же влажным способом и пальцем. Вот есть несколько моментов, но это касается всех теней с подобной текстурой, которую вы встречаете в разнообразных палетках. И вот руки чешутся. Не знаю, что делать. Вот эти вот два матовых для повседневного макияжа, для любого макияжа, для затемнения просто обалденные. И палетка, которой я пользуюсь часто в такой обычной жизни, когда мне хочется какого-то свежечка на лице, когда хочется оформить глаза, но чтобы не слишком сильно перегружать свой макияж. Потому что мне это не всегда нравится. И мне даже часто кажется, что такие темные макияжи меня старят. Возможно, это мои какие-то заморочки. Но я должна вам сказать, что в этой палетке все оттенки такие более полупрозрачные. Для такой легкой ежедневной дымки. И тени очень-очень мягкие. Поэтому сначала набираете на кисточку, встряхиваете и только потом на веко. И не пытайтесь при помощи этих теней сделать какой-то супер темный вечерний макияж. У вас это не получится. Она такая более нежная, более, знаете, деликатная. И мне очень сильно нравятся переходные оттенки, которые я наношу в складку века. Или в качестве основного, такого сияющего или в уголок глаза. Вот этот, вот этот очень красивый медный. И единственный, которым я не пользуюсь, это вот этот красноватый. И, конечно же, конечно же, все польские блогеры советуют палетку Charming Mocha. Я вам уже показывала макияж с ней. И мне сегодня хочется сделать что-то среднее по темности и более холодное. Чтобы я не смотрелась слишком заплаканной. Есть такой блогер. Ее зовут Катажина Каща. И в интернете она Китулец. Это такая барышня с перчинкой. И насколько же у нее красивые растушевки и теней. Я смотрела ее ролик. Она делала макияж вот этой палеткой. Это было так красиво. И вообще каждый раз я смотрю в ее глаза и не могу поверить, что она реальный человек. Ей говорят, что в жизни ее макияж выглядит так же безупречно, как в камере. У меня, конечно же, то же самое не получится. Но, во всяком случае, у меня есть кто-то, кто меня вдохновляет. Сейчас я смешиваю вот эти три оттенка и потихоньку наслаиваю цвет. Темно-темно коричневым затемняю рисунок. Очень красивый цвет. Чистой кисточкой все потихоньку подтушевываю. Нижнее веко я прорисую вот таким холодным цветом. Просто оформлю его. И остатками того, что было на первой кисточке, еще раз все подтушую. Я много раскрасилась вот этими тремя тенями. Сегодня возьму только вот этот на палец. И впечатывающими движениями нанесу на практически все подвижное веко. Вот сюда. Это одна не хотела делать смуки. Ну, что поделать. Все-таки немного темного добавлю в сам уголок нижнего века. Вот буквально то, что есть на кисточке, не больше. Тени у меня практически не осыпались. Но дело тоже в кисточках. В том, какое количество средства вы наносите на веко. Как много вы набираете на кисть. Набираю и немножко снимаю. Я лучше два раза наберу все на кисть и проделаю то же самое, чем бухну. И потом нужно будет что-то решать. Так что я возьму кисть и аккуратно все пощищу. Беру мой обожаемый оттенок. Он настолько мягкий, что вы при помощи него даже можете сделать кат-крис без консилера, корректора и чего-то липкого. Я же нанесу чуть-чуть, все сегодня чуть-чуть, чуть-чуть, а потом бабах и смолки айс во внутренний уголок. Дам своим глазам немножко отдохнуть. Возьму бронзер, который, опять же, любят все польскоязычные блогеры. Набираю на кисти, пройдусь по всему лицу для того, чтобы я не смотрелась такой бледной. И чтобы слегка его отконтурировать. Потому что оттенок здесь удачный и он это позволяет. Нет, только не макияж глаз. Только не макияж. О боже. Теперь вы знаете, почему тушь я нанесу в самом-самом конце. Хорошо. И теперь я беру палетку румян, которую я недавно купила в Росмане. У нас была скидка 50%. Мы пошли с подружкой, я ей там тоже всего насоветовала. И у меня такой не было. Так что я решила попробовать. Вот этими румяными я пользовалась. И они самые розовые. Так что я возьму именно их, но не с таким шиммером. Сейчас нанесу румяшки и посмотрим, достаточно их или добавить еще хайлайтера. Такой приятный оттенок. И я думаю, что на этом я сегодня остановлюсь. И одно из последних, чем я сегодня воспользуюсь, это вот такая красная тушь. Она должна придавать ресницам объем. И классно, что она с силиконовой щеточкой. Я такие люблю больше всего. И я довольно долго пользовалась такой желтенькой тоже Evelyn. Evelyn Evelyn. Раз так, раз так. Думаю, что вы уже к этому привыкли. И она не осыпается, не размазывается. Она делает такой распахнутый взгляд. Ресницы до небес. Причем объемные, разделенные. Я надеюсь, что это меня не подведет. Ресница выпала очень не вовремя. Тушь делает легкие ресницы. Я бы сказала, не в моем стиле. Я люблю более массивные. Я обычно более обильно прокрашиваю реснички. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот в два слоя у меня получился такой результат. Я вот смотрю в зеркало, и мне ничего не хочется изменить. Я планировала показать вам другие помады. Но этот блеск как-то гармонично вписался в весь образ. И сейчас у Evelyn вышла целая линейка помад. Называется она Oh My Kiss. Это и красивые цвета, и уход. Очень приятно ложиться на губы. Действительно не сушит их, не стягивает. Наоборот, делает такими гладкими, напитанными, ухоженными. Вот такой аккуратный футляр у этих помад. Мы еще успеем о них поговорить. И я вот сидела под этими софитами и думала, что скорее всего тон начнет скатываться. Потому что у него очень кремовая текстура. И с ним все в порядке. Даже вот здесь, где у меня линия улыбки, или как это называется. Короче, тут где появляются морщины, сейчас вылетело из головы. Часто тональные скатываются. Я не вижу ничего такого, что меня беспокоило. Что мне хотелось поправить. Да, это не совсем, знаете, плоский матовый финиш. Я наносила тон на очень-очень увлажняющий крем. Это раз. А во-вторых, такой финиш смотрится более естественно, как мне кажется. Брови. О бровях, наверное, я все сказала. Тени вы сами видите. Эти палетки заслуживают похвалы. И я высказала вам свое мнение. Несмотря на то, что что-то там рекомендовали блогеры, что-то мне прислали. Я могу сказать, что эти средства меня абсолютно не разочаровали. А наоборот, превзошли все мои ожидания. Консилер. Консилер, как мне кажется, выглядит восхитительно. Я бы нанесла чуть меньше пудры. Но для смоки-айз я сегодня сделала так. Если прям натянуть века, то видно, что он немножко осел в складочках. Но я туда даже пудрой не залезала. И перед нанесением пудры просто еще раз все расправьте. Я этого не делала. Поэтому у меня к нему нет никаких замечаний. Мне нравятся и оттенки, и то, что есть более светлые цвета. Потому что такой загорелый я не буду целый год. И блеск. Блеск вы знаете. Все остальное я уже нахваливала. Тушь пока что, не знаю, возможно, она раскрасится. Но она менее как бы кремовая, чем те, которые у меня были ранее. То есть она не так плотно ложится на ресницы. Но тушь это дело такое. Кисточка здесь удобная. Или даже скорее щеточка. По-моему, сегодняшний тест удался. Если видео оказалось полезным и интересным, и вам понравился макияж, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.